С нами на связи Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Здравствуйте, Дмитрий. Да, приветствую вас. В список, по последней информации, в список иноагентов Минюст России внес шестерых журналистов и блогеров, в том числе Юлию Латынину. И таким образом в реестре физлиц иноагентов, который впервые пополнился 5 апреля, сейчас 22 человека. Появилась информация о том, что оштрафовали главного редактора журнала «Журналист» Любовь Петрову на 100 тысяч рублей из-за репоста антивоенного заявления другого средства массовой информации. Мы каждый раз с вами в эфире говорим о том, как россиянам не согласны с позицией Кремля высказывать свое мнение, какие-то способы, варианты. Как вы считаете, давайте сегодня начнем с того, как же в Российской Федерации сейчас с средством массовой информации работать тем, которые не согласны с позицией Кремля. Есть ли у них какие-то способы и средства работы именно на территории Российской Федерации? Ну, хочу сказать, что практически не осталось независимых средств массовой информации. Закрытых Москвы, телеканал «Дождь», «Новая газета», «Медуза» и так далее. Все эти редакции давно уже выдавлены за пределы России. Они как раз работают, находясь в Европе, размещая свои редакции то в Риге, то в Праге, то в Вильнюсе и так далее. Есть региональные редакции, очень мало. Я думаю, что потихонечку доберутся до каждой из них. Но, тем не менее, они сейчас пытаются хоть что-то делать. И для того, чтобы избежать каких-то там серьезных проблем с правоохранительными органами, они потихонечку переходят на изопов язык. Или они, например, вместо того, чтобы говорить «мы против войны» или там говорят «за мир» или что-то в этом роде. Я даже знаю, что очень многие в Украине обижаются за такую нерешительность. Хотя я считаю, что даже если они так высказываются, это все равно полезно, потому что люди прекрасно понимают, что тот или иной журналист имел в виду. Вот я, например, сам был вчера в эфире у Льва Шлозберга. Это очень известный российский политик, оппозиционер из партии «Яблоко». Вот мы у него называли, тема у него была «за мир», и когда нужно было сказать «война», мы говорили. И вот то, что началось 24 сентября, или то, что власти запрещают называть войной и так далее, потому что к ним могут прийти. То есть, вот, например, то, что я себе могу позволить, находясь не в России, они не могут себе позволить, потому что они находятся в зоне риска. И я к этому отношусь с пониманием и прекрасно понимаю критику, которая существует уже за пределами России. Но, тем не менее, даже такая идея полезна, потому что если они хоть что-то рассказывают о происходящем в Украине, это в любом случае влияет на формирование общественного мнения. Наверное, их прикроют рано или поздно. Именно поэтому я стараюсь поддерживать многих журналистов, которые находятся уже не в России. И очень многие редакции все равно имеют возможность, несмотря на запреты, запреты в социальных сетях, они все равно распространяют информацию о правде, распространяют информацию и правде о том, что происходит в Украине. Дмитрий, еще о решительности, решительности чиновников, официальных лиц. Летом за петербургскими и московские депутаты призывают Путина уйти с просьбой о сложении полномочий президента. К главе Кремля обратился Совет депутатов Ломоносовского муниципального округа Москвы. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте округа. В обращении, среди прочего, депутаты упрекают Путина в слишком долгом пребывании на посту и прямо обвиняют в том, что его внешняя политика отбросила Россию в эпоху холодной войны. По поводу решительности чиновников, Дмитрий, что вы сейчас можете сказать? Ну, никакой решительности у чиновников нет. А за депутатов я даже корд, потому что многих из этих депутатов я поддерживал в 2017 году. Мы провели 267 независимых депутатов в Москве. Потом многие были поддержаны в Санкт-Петербурге. И то, что такие депутаты, несмотря на все репрессии, запугивания, остаются и находят в себе силы и мужество хотя бы заявлять о своем несогласии с войной и требовать отставки Путина, ну, это говорит о том, что в России далеко не все сошли с ума. Да, и на самом деле много людей, которые готовы рисковать, просто оставаясь самим собой. Поэтому этих депутатов и этих людей я максимально поддерживаю. Очень горжусь, что они находят вот тебе силы говорить правду. Ну, чиновники, конечно, на это не отреагируют, потому что чиновники – это все назначенцы, это все члены партии «Единая Россия». На них у меня пока нет надежды. А вот какой-то раскол или какой-то раскол, я все равно продолжаю верить. Но он будет возможен только вследствие военного поражения Путина, которое рано или поздно, я надеюсь, произойдет. Вот эти все преследования, которые проходят в Российской Федерации, все же какое-то законное, законодательное, что ли, обоснование должно иметь. Как сейчас законодательство Российской Федерации меняется, чтобы преследовать неугодных, например, по тем пунктам, которые сейчас идут, это публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом, ну и так далее, и так далее. Ну, во-первых, законодательная база настолько, так сказать, изобилует всякими резиновыми формулировками, что под них попадает кто-что угод. Более того, если даже что-то не попадает под эти формулировки, то власть всегда может наплевать на закон и посадить любого. Да, был бы человек, а статья найдет, как было сказано некогда в Ишинске, вот еще в советские времена. Так что я бы не обращал внимания, на самом деле, на законодательство, потому что, если мы возьмем там Ройзмана или возьмем там дело Карамурзея, то даже в этих случаях никакие формулировки не могли бы привести к тюремным срокам, даже действующие формулировки. Просто они хватают тех, кто им не нравится, кто им мешает и сажает, а дальше притягивает за уши там тот или иной закон. Дмитрий, а если бы вы описывали оппозицию, оппозиция в Российской Федерации, существует ли она именно на территории Российской Федерации? И что это? Как она выглядит? Смотрите, есть классическое определение слова «оппозиция». Вот, поэтому, чтобы на меня сейчас не обиделись те, кто находится в России, и даже когда я там находился в России, я всегда говорил, что мы скорее не оппозиция, мы скорее диссиденты. Потому что оппозиция – это все-таки политическая сила с отделениями, с какими-то депутатскими объединениями в разных регионах. Оппозиция – это всегда те, кто может поменить власть. В России все настолько сейчас разрушено, построена диктатура, и все оппозиционные политики или там журналисты, которые стараются говорить правду, не обладают всеми возможностями организационными классической европейской оппозиции, вот в европейском понимании этого слова. Это больше просто смелые, отважные люди, которые разделяют демократические взгляды, которые стараются говорить правду, но их сегодня поразили в правах. Они не могут участвовать в выборах, они не могут создавать политические партии, они не могут открывать СМИ, они не имеют возможности сегодня выстроить оппозиционную инфраструктуру для политической борьбы. Поэтому, конечно, это больше похоже на объединение разных людей, смелых, отчаянных, храбрых, но лишенных права на участие в политической деятельности, в борьбе за власть. По поводу храбрых людей, по поводу храбрых людей в культуре, в частности, певца Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени», признали в России иностранным агентом, и в соответствующий реестр его, собственно говоря, и включил Минюст. Уничтожная интеллигенция времен Советского Союза, сейчас, понятное дело, что идет борьба с неугодными, но на выходе, через несколько лет, какую культуру, какой уровень культуры получит Российская Федерация? Что будет в России с этим? Я думаю, что вся эта борьба с иностранными агентами, с культурой, вообще с людьми независимых взглядов, она все равно не будет эффективной. Ну, потому что, ну, никакой, там, я не знаю, кто там, Киркоров не заменит Макаревича или Шевчука, надо просто понимать. И нормальный человек всегда найдет возможность приехать, либо приехать на концерт Макаревича, либо послушать его песню, либо вообще почитать, что он пишет в блогах. Поэтому, скорее всего, скоро это даст обратный эффект. Это приведет только к популяризации людей, которые объявлены врагами народа, так как доходы людей падают, жизнь, в принципе, в стране ухудшается, и запрос или спрос, на правду, он возрастает. Поэтому мы сейчас уже, в принципе, приветствуем людей, которые попадают в список иностранных агентов, потому что, несмотря, конечно, на то, что это серьезная проблема для многих, потому что ты можешь получить штраф, ты можешь быть лишен собственности, если ты не соблюдаешь этот закон. Но, тем не менее, все равно это как, знаете, список запрещенных музыкантов. Это, скорее всего, список тех, кого надо слушать. То есть это своего рода реклама. Список иностранных агентов – это список приличных людей, которых власть просто, по сути, делает новыми героями. И в какой-то момент власть проиграет конкуренцию за борьбу за умы граждан, потому что она ничего не может, потому что она не несет в себе никакой культуры, она не несет никакой идеологии. Это просто власть военных преступников, бандитов и жуликов. И это, на самом деле, становится понятно все большему числу людей. И мне кажется, что запретный плод, да, он, как в известной пословице запретный, плод становится сладким. И все больше и больше людей будут подписываться на альтернативные источники информации, на запрещенных представителей культуры, на политиков, которые либо сидят, либо выдавлены из страны. Так что я не думаю, что у этой борьбы, у всей этой цензуры есть какие-либо перспективы. А говоря об отношении за границей, за пределами Российской Федерации, к людям, которые в списках иноагентов, к музыкантам, которые среди запрещенных, есть ли у вас какая-то информация, данные, возможно, общаясь со своими коллегами, знакомыми, меняется ли как-то отношение к этим людям, которые вот в этом списке запрещенных в Российской Федерации? Вы имеете в виду со стороны граждан европейских? Да, да, именно со стороны, когда они выезжают, когда россияне выезжают за границу и показывают, смотрите, я там иноагент. Меняли ли отношения? Ну, во-первых, в этот список попадают люди известные, которым и так хорошие отношения. Я могу сказать, что вот на бытовом уровне нет, какого-то негативного отношения к россиянам, скорее даже сочувственное, потому что люди потеряли мой дом, свою родину. Конечно, наши проблемы ничто по сравнению с гражданами Украины, но вот на бытовом уровне нет ощущения какой-то дискриминации. Вот на уровне бюрократии, наверное, да, ты не можешь открыть счет, у тебя проблемы сейчас с получением виз. Ну, вот я лично к этому отношусь с пониманием. Я надеюсь, что какой-то способ все-таки отделить противников, да, Путина, противников режима, от сторонников будет найден. Ну, ваш вопрос. Скорее надо задавать психологу, психиатрам. Я не специалист в этом, но точно понимаю, что у Путина явно ментальные какие-то психические проблемы. И поверьте, что очень многие люди, которые с Путиным общались, все хорошо его знали, в том числе, кто когда-то с ним работал, до 24 февраля были уверены, что Путин никакую войну не начнет, потому что ему это невыгодно, потому что нету никакого силового решения украинской проблемы. И они все просчитались. Это говорит о том, что, видимо, что-то там с Путиным, с его здоровьем действительно происходит, что он стал даже непредсказуем для тех людей, которые с ним долгое время работали, которые все-таки как-то его знают. И даже мой опыт общения с депутатами, уже с бывшими чиновниками, даже с некоторыми действующими чиновниками, говорит о том, что и они были уверены в том, что никакой войны не будет. То есть у меня был такой инсайт. Но Путин все-таки начал войну. И я знаю, что для многих из ближайшего окружения это тоже было сюрпризом и неожиданным. И значит, что-то там действительно происходит в голове. Говорил как-то у нас в эфире информационного марафона украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, что количество военных поражений Российской Федерации определит настроение граждан. И вот этим единственным демотивирующим фактором, который начнет рушить Российскую Федерацию, изнутри станут военные поражения Кремля. Что вы по этому поводу думаете? Я согласен с тезисом, что военное поражение Путина приведет к тому, что он потеряет поддержку среди элит, для кого он превратится в проблему. Человек, который уничтожил экономику, человек, который уничтожил все планы ближайшего окружения на роскошную западную жизнь. Также Путин потеряет поддержку среди граждан, потому что им тоже станет очевидно, что никакой спецоперации не было, я думаю, многие понимают. Никаких успехов. Равно, несмотря на пропаганду, несмотря на цензуру, для большинства граждан информация доходит о том, что в Украине происходит. Погибло порядка уже, наверное, 50 тысяч российских военнослужащих. Скрывать эти факты все сложнее и сложнее. Поэтому Путин опирается на таких сторонников империи, которые жутко недовольны, судя по публикациям там уже Стрелкова-Гиркина, недовольны действиями самого Путина, руководства Минобороны. Так что он потеряет поддержку и там, и там. И я думаю, что в какой-то момент он станет обузой для всех. И я очень надеюсь, что это приведет к его отстранению от власти. Уж какой будет способ. Часто говоря, меня даже мало волнует. Очень надеюсь, что это будет международный трибунал. Дмитрий, и последний еще вопрос. Если говорить уже о том, к чему Путин ведет сейчас Российскую Федерацию. Публиковало издание Bloomberg прогнозы. В следующем году спад в Российской Федерации экономически очень сильно ускорится. Экономика вернется к довоенному уровню в конце десятилетия или же позже. Если сейчас войну Путина против Украины не остановить, что будет с гражданами Российской Федерации? Мы же говорим, когда об экономическом плане, мы имеем в виду карман обычного россиянина в том числе. Что будет с россиянами, если не остановить сейчас Путина? Если война продолжится, если Путина станет в власти, то Россию ждет катастрофы в экономике и с соответствующими последствиями для всех россиян вне зависимости от проживания. Но если еще те, кто уехал и как-то устроился, если у них еще есть какое-то будущее, то, конечно, всем остальным будет крайне сложно. Это может привести к развалу России. Это будет развал достаточно кровавым. Кровавым это может привести к деградации, к застою, к превращению России в Северную Корею, только большую. Но это, если произойдет, то на горизонте, наверное, трех и больше лет. То есть на ближайший год-два у Путина денег точно хватит, чтобы воевать. И, как вы знаете, углеводородов достаточно для того, чтобы пополнять российскую казну. И самое главное, что как бы кому ни хотелось, заместить российскую нефть в ближайшие два года практически, это вообще невозможно, потому что Россия продает 7,5 миллионов баррелей в день. Это примерно 17,5, может быть, чуть больше всего мирового экспорта нефти. Даже если, предположим, страны ОПЕК нарастят добычу нефти, максимум они могут 4,5 миллиона баррелей в день прибавить. То есть вы должны представить себе, что на горизонте двух лет просто нет никакой возможности ввести полный эмбарго. И даже если эмбарго ввести, то просто цены на нефть вырастут, а Путин будет с дисконтом эту нефть продавать этим странам практически за те же деньги, что и сейчас. Так что на горизонте двух лет какие-то резервы, какие-то ресурсы у Путина есть. Дальше, конечно, страну ожидает катастрофа. Дмитрий, спасибо, что сегодня были у нас в эфире Дмитрий Гудков, российские оппозиционные политики. И говорили мы о преследованиях за антивоенную позицию в Российской Федерации в целом, о ситуации самой в России и о последствиях полномасштабного военного вторжения, которое Путин начал в Украине. Продолжение следует...